Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашки Ивич Анна, и мы говорим о такую тему, как совместные посадки садовой земляники или клубники, как мы ее любим называть, с зимним чесноком. В более раннем весеннем видео я рассказывала о совместных посадках и посевах овощных культур и называла там ряд преимуществ. Что касается совместного выращивания земляники садовой и озимого чеснока, то здесь однозначно также они присутствуют. Первое и самое, наверное, важное это экономия места. Зачастую случается так, что мы уже распланировали свой севооборот или наоборот не распланировали, еще не знаем где и на какой площади разбить овощные грядки. Также мы можем сомневаться в сортах клубники или чеснока, испытывать новинки и с настороженностью впускать их в свои овощные грядки. Поэтому совместное выращивание зимнего чеснока и клубники придется как нельзя кстати. Второй и немаловажный плюс от совместного выращивания этих культур это экономия на средствах защиты от болезней на клубнике. Это и серый гниль, и белый гниль, и фазариоз, и антракноз, те грибные заболевания, которые часто встречаются на этой садовой культуре. За счет соединений серы, которые выделяются растениями чеснока, говорить о массовом распространении этих грибных заболеваний или о их появлении в хороший сезон тоже не приходится. Третий и также немаловажный плюс от совместного выращивания чеснока и клубники это экономия на средствах защиты против вредителей. Это паутинный клещ, долгоносики, личинка майского жука, слизни, которые атакуют нашу садовую ягоду. Они все не любят, не переносят фитонцидные выделения чеснока как на уровне листьев, так и на уровне корневых выделений. Ученые высаживали чеснок совместно с клубникой и подсчитывали популяцию паутинного клеща как в теплице, так и в поле. И в целом результаты опыта показали, что на 52% двухточечный паутинный клещ был ниже в совместных посадках клубники с чесноком. Четвертый плюс это снижение истощения почвы, поскольку у клубники и у чеснока корневая система находится на различной глубине. У них идет различный вынос питательных элементов как качественно, так и количественно. Поэтому у них нет жесткой борьбы за питательные элементы и почва таким образом не подвергается какому-то глобальному истощению. Чеснок будет одинаково хорошо расти как с клубникой, так и до клубники и после клубники, если вы его вводите в севооборот после этой садовой ягоды. Если у вас нет возможности посадить чеснок совместно с клубникой, у вас плотная клубничная грядка или у вас старая грядка и какой-то хороший сорт, который жалко вывести, то тогда как минимум окружайте клубничные грядки посадками чеснока, это тоже будет нести свои плюсы. Если у вас рядовая посадка клубники, то тогда чеснок лучше высаживать между рядами клубники. Если у вас клубника растет в шахматном порядке или у вас загущенные посевы, то тогда и чеснок также будем высаживать в шахматном порядке. Но смысл совместных посадок это чтобы никого не обделить ни питанием, ни освещением, ни влагой. Поэтому для клубники как минимум необходимо оставлять площадь питания 20 на 20 сантиметров, для чеснока одного растения 15 на 15 сантиметров. Для того, чтобы высадить чеснок, лучше готовить посадочные ямки, а не посадочные борозды. Если почва кислая, то предварительно раскислить ее путем внесения золы, мела или доломитовой муки прямо в посадочную яму. Затем присыпать немного компоста или перепревшего навоза, высадить зубчик чеснока, также его присыпать компостом или навозом и укрыть землей. Не лишним будет дополнительно сохранить наш чеснок путем внесения мульчирующего материала. Поскольку это подзимняя посадка, то лучше мульчировать опилками или соломой. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на канале Процветок, ставьте лайки и благодарим вас за подписку.